Вчера в режиме видеоконференции состоялось окружное совещание по актуальным вопросам охраны труда. Инициатором его проведения стала исполняющая обязанности председателя Ямал-Ненецкого территориального объединения организаций профсоюзов, депутат Ямальского парламента Людмила Иванова. В муниципальных видеостудиях диалог поддержали местные профсоюзные лидеры, представители органов власти и комиссии по охране труда. В рамках видеоконференции представлена информация по специальной оценке условий труда в связи с изменениями федерального законодательства. На Ямале эта тема особенно актуальна, поскольку число работников, занятых на производстве с вредными и опасными условиями труда, достигает 95 тысяч. Это около 45% всех работающих в округе. По России данный показатель заметно ниже, порядка 34%. Поэтому вопрос проведения специальной оценки условий труда должен оставаться на постоянном контроле как работодателей, так и представителей профсоюзных организаций, стоящих на защите законных интересов работников. С интересом встретили участники совещания подробный рассказ депутата Государственной Думы Российской Федерации Григория Литкова о подготовке проекта федерального закона о развитии арктической зоны Российской Федерации. На сегодня законопроект требует серьезной доработки с учетом интересов нашего региона. Вчера было заседание комитета, соответствующего в нашем ЗАГСобрании, и мы там обсуждали вариант создания межведомственной рабочей группы, чтобы представители исполнительной власти, законодательной власти, представители счетной палаты, а может быть и общественников, включились в эту небольшую группу для того, чтобы уравновешенно, взвешенно сделать наши поправки от Ямала. И кроме этого мы планируем сделать эти предложения совместно, например, с республикой Саха-Якутия, может быть, с Ненецким автономным округом, для того, чтобы наши поправки жителей арктического региона были вот к экспертам-разработчикам, были, так сказать, такие единообразные, чтобы меньше было разногласий. Григорий Литков отметил, что на Ямале в защиту интересов северян, в частности северных льгот, через интернет на сайте yamal89.ru организовали сбор подписей. Предложения войдут в проект федерального закона о развитии арктической зоны Российской Федерации, если ямальцы соберут 40 тысяч подписей. Пока проголосовали только 3 тысячи человек, сообщила председатель окружной организации профсоюзов работников народного образования и науки Ольга Березина. К сбору подписи предложили присоединиться и представителям всех четырех региональных отделений политических партий. Будут официально разосланы письма с обращением о необходимости поддержки нашей инициативы, потому что без этого мощного ресурса очень сложно освещать грамотно и политкорректно на эту важную для Ямала инициативу. Будем отражать все моменты, которые беспокоят наших северян, чтобы наши права и интересы были выведены на основании закона новодействующего, и не ущемлено ни одно право. Обычно люди где находятся, кто разрабатывает законы и проекты? Они не выезжают дальше третьего кольца города Москвы. Поэтому мы будем показывать тот путь, который необходим для усовершенствования всех прав и защиты наших интересов в северян на основании федерального законодательства и нашего регионального. Продолжение следует...